Приветствую всех! Я Анна Бодрова, и это обзор произошедшего на рынке за декаду 10 дней – наш любимый горизонт исследования. Полетели! Что вообще сейчас происходит на рынке нефти? Важных моментов несколько. Первый из них – это сильные прогнозы по спросу. Они держат цены за баррель Brent выше 80 долларов. Откуда берется этот спрос? Экономики возвращаются к более-менее привычному образу жизни. Производство работает практически в полную силу. Все это требует энергоресурсов. Параллельно живет второй важный фактор – ОПЕК+, возвращает на рынок изъятые ранние объемы – постепенно по 400 тысяч баррелей в сутки. И не наращивает этот показатель. На рынке остается определенный вакуум предложений при устойчивом спросе. И это держит цены на энергоносители достаточно высокими. И тут есть локальный риск. Непонятно, как США будут реагировать на дорогое топливо. Цены на нефть в моменте могут идти вниз на этом риске. Сейчас сектор нефти внимательно следит за тем, что говорит Белый дом США. На этой неделе есть шанс, что Байден и его политики представят меры по сдерживанию топливных цен. Например, за счет продажи нефти из состава стратегических резервов. Это компенсирует дефицит на локальном рынке. Говорят, что на общие рыночные цены такая мера влияния не окажет, но несколько недель назад подобное сделал Китай. И стоимость сырья на рынке снижалась. Пока нефть, Brent остается в диапазоне 82-85 долларов за баррель. При резких колебаниях цены стоит оставаться вне рынка. Доллар США сохраняется очень подвижным. На прошлой неделе он накрепно, а это и уступил весь выигрыш. Основная валютная пара торгуется около 1.16 и пока останется где-то здесь. В ноябре Федрезерв сократит объем программы выкупа активов на рынке на 15 миллиардов долларов. До этого момента он выкупал активов на 120. В следующем месяце он сделает то же самое и так еще раз и может быть к середине следующего года стимулирование полностью завершится. Тогда и придет время рассуждать о процентной ставке и что-то с ней делать. Таким образом для доллара все максимально прозрачно, понятно, закономерно. С фундаментальной точки зрения в долгосрочной перспективе он должен укрепляться. Понятно, что постепенно так и будет. В мире криптовалют – настоящая ралли. Здесь точно не скучать, не переживать осеннего сплина, потому что некогда цена над биткоин за неделю выросла на 11%. Эфириум не отстает, обновляет максимум и новый пик курса биткоин составляет более 68 тысяч долларов. Суточные торговые объемы поражают, воображение превышает 40 миллиардов. Что происходит? Киты, крупные держатели криптовалюты, наращивают вложения за китами, следует игроки поменьше. Так формируется глобальный тренд. Рыночная доля биткоина сейчас около 42%. Эфира почти 19. Альткоин явно пользуется спросом. Поклонников у него становится все больше. Курс биткоина может вырасти до 75 тысяч. Эфир способен дорожать до 5,5 тысяч долларов. Напомню, что рисков здесь предостаточно, поэтому осторожность не повредит. На сегодня у меня все. Советую подписаться, чтобы не пропустить мой эксклюзивный декадный отзор с прогнозом OnlyFu Alpari. Больше информации на сайте Alpari. Ссылка в описании. Увидимся через 10 дней. Пока.